Всем привет, интернет! У меня очередная посылочка в руках и на этот раз не из американского магазина, не из ebay, а самого что ни на есть китайского алиэкспресса. Многие из вас уже пишут, да ты запарился со своими американскими покупками, пили давай нормальные обзоры на нормальный китайский шмот. Начинаем пилить и сегодня будем с вами пилить обзор на довольно таки интересную игровую гарнитуру от старшего уже притчевого языца китайской компании фифай. Ну потому что до чего не дотронется эта контора, все получается исключительно качественным, исключительно бодрым и при этом за небольшие деньги. Исключительно их жопы попались в этот раз китайцы и пожопились на нормальную упаковку, поэтому с вот такой вот пожамканной коробки приехала гарнитура. А гарнитура тут конечно просто одно название, потому что на самом деле это полноразмерный игровые наушники. Единственное что позволяет их назвать гарнитурой, так это наличие микрофона для проявления своей голосовой активности в игровых баталиях. Хпец их тут зажало, бля, как бойца в танке. Что-то я уже очкую, Димон, бля. Так, внутри у нас какая-то бумажка, какая-то ненужная макулатурка и самое основное. Вот в таком вот мешочке, а-ля кожзамчик, очень приятным тактильно, погрызанным и покорябанным, благодаря китайцам в нашей почте, лежит вот такая вот нихрена себе. Вы посмотрите гарнитурой, вы посмотрите просто. Нет, я видел конечно, что блок управления есть у этой гарнитуры, но я не думал, что он будет таким огромным. Хотя самое интересное начинается не здесь, не в блоке управления, а самое интересное начинается вот здесь. Самое интересное то, чем подключается эта гарнитура к компьютеру, а подключается она с помощью USB разъема. Казалось бы, что интересного, а это нам говорит о том, что гарнитура будет определяться компьютером как звуковая карта, а соответственно будет иметь свой собственный DSP процессор для обработки эффектов. Ну а эффектов, дамы и господа, я вам хочу сказать, хоть отбавляй. Как звуковых, так и посмотрите, вах-вах-вах, как смотрится, так и визуальных. Смотрится гораздо красивее и привлекательнее, чем на рекламных фото. Да-да-да, все так светится, все так переливается. Так, лево-право, право-лево, сидишь ты такой ночью. Удобный, кстати, тяжеловатый, с очень-очень качественной, хорошей шумоизоляцией от окружающего наушники шума. В общем, сидишь ты такой ночью, играешься и светишься в разные стороны, разным цветом. Это что касается визуальных эффектов. Ну а из звуковых, в первую очередь, у нас имеются три предустановки встроенного эквалайзера. Предустановка режима просмотра фильмов, предустановка для прослушивания музыки и предустановка для игры. И ладно бы только это, так тут еще есть режим 7 плюс 1 виртуального окружения. Ну, надо сказать, что такой режим на двух динамиках смогла еще в какие-то там бордадые 2000-е годы реализовать компания Asus в серии своих ноутбуков Republic of Gamers. Так что это не новиночка, и она действительно реализовывается, и действительно у самого лично был такой ноутбук. Во время игры даже в простых наушниках, даже всего лишь с двумя каналами, левым и правым, реализовано некое подобие виртуального окружения. Действительно можно понять. Слева, сзади, справа или спереди тебя окружает, выражена. Но надо учитывать, что это безусловно не то же самое, что игра системы 5.1, а уж тем более системы звука 7 каналов плюс 1. Ну и в дополнение ко всем плюшкам, будить будете своих домочадцев не только светом, но и звуком. В общем, в дополнение ко всем плюшкам, фишкам, это, кстати, включение-выключение звука. Здесь, на этом же пути управления, реализована регулировка громкости. Пульт зависает у нас на кабеле, в его примерно первой трети, в конце первой трети, на кабеле мощном, на кабеле толстом и на кабеле, ну где-то так, 2,5 метра длины. Наушники, как я уже сказал, довольно-таки удобны, во всяком случае для моей головы, с очень толстым, очень мягким оголовьем. Из кожзама, с такими же мягкими, тактильно-мега приятными амбушюрами. И наушники, ну особенно по сравнению с теми, и с фастами, которыми я пользуюсь сейчас, наушники довольно тяжелые. Ну и, как я сказал, эти игровые наушники не просто наушники, а целая игровая гарнитура, в которую они превращаются легким движением руки, для чего к левому наушнику надо подключить вот такой вот съемный микрофон. Причем, обратите внимание, что микрофон четырехконтактный, то есть в теории его можно подключить не только к этим наушникам, но и непосредственно к смартфону для записи звука. В общем, мобильные блогеры, а-ля я у мамки снимаю на смартфон, безусловно, заценят эту фишку. Ну и раз, 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 два, ох, нифига себе, у микрофона просто запредельная какая-то чувствительность, раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, вот так вот записывает звук этот микрофон. Я вам, я вам скажу, я уже прослушал, я уже ощутил, насколько хорошо он пишет, пишет он просто замечательно. Я вам даже больше скажу, этот микрофон вполне себе возможно использовать не только для передачи своих ощущений во время игры непосредственно голосом, но и для проведения стримов, и более того, для озвучивания своих видосиков на ютюбе. Слушайте, дамы и господа, раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, мне это определенно нравится. Как пишет звук эта гарнитура, да, да. Что же касается звука самих наушников, то в принципе, во-первых, я скажу, что он весьма и весьма неплох для своей ценовой категории, а во-вторых, благодаря тому, что он изменяемый своими пресетами, он легко подстраивается под различные предпочтения. А что же касается самих пресетов, то они весьма понятны и весьма ожидаемы. В режиме просмотра видео, вот, кстати, пиктограммы тут нарисованы на задней части пульта управления, наушниками, а вернее эквалайзером этих наушников, выпячиваются средне-высокие частоты в районе 5 кГц, ну, как раз те самые, которые отвечают за четкость голоса. В режиме прослушивания музыки звук становится нейтральным, я бы его именно назвал так, довольно-таки плоским, позволяя уже вам оперировать средствами вашего музыкального плеера для подстройки идеальной под ваши лучшие звука. Ну, а в режиме гейминга он становится таким мощным, ярко насыщенным, с выпирающими, но тем не менее четкими такими басами. Ну, знаете, вот таким, я бы даже сказал, синематографичным, если бы не вот эти вот самые пиктограммки на пульте управления, я бы попутал режим гейминга именно с режимом просмотра фильмов. Ну, и тот самый режим, пресловутый 7.1, прослушать то, как он работает, вы можете, в общем-то, на любых наушниках, на любом смартфоне с ключной обработкой, которая на большинстве DSP-процессоров, как софтовых, так и железных, называется Surround Sound. Именно так, а не как иначе. Ну, что я вам скажу, дамы и господа, вполне себе любопытный вариант, который заслуживает жизнь и в первую очередь не как звуковое устройство, а как именно полноценная игровая гарнитура, и не только для игры, а, ну, зацените, да, зацените визуальные эффекты, а для проведения, в первую очередь, стримов и озвучивания своих видосов, потому что микрофон для большинства таких устройств, которые я держал в своих руках и слушал, сделан весьма и весьма качественно. Очень год зашло, рекомендую. Вот такие дела, такие впечатления, на этом у меня все. Всем, как обычно, удачи, оставайтесь на канале, всем удачи, удачных покупок, всем пока, до новых встреч.